Моего мужа избили, напали неизвестные сзади, ударили чем-то тяжелым по голове. Точно сказали доктора, что это был не кулак, потому что у него повреждения и уха, и шеи, и затылка, и щеки, которые зашивали. Наверное, у него сломана челюсть, пока ждем результата, и точно сломаны ребра. В целом, он в сознании, будем надеяться, что все будет хорошо. Мы точно это связываем с своей деятельностью, потому что у него ничего не забрали, просто напали молча сзади, но кошелек, телефон и все вещи остались при нем. Я была на работе в офисе, он позвонил, чтобы я выезжала, мы почти доехали. Мы живем на ХТЗ, он ездит на метро, а офис у меня в центре, поэтому пока мы доехали, уже приехала скорая, его забрали, и мы уже встретились здесь вне отложки. На месте я не была, знаю, что это произошло не возле подъезда, а по пути к метро. Обычно он всегда ездит на метро в офис. Когда он мне позвонил, мне очень хотелось верить, что это просто какие-то хулиганы, потому что у нас там вечно какие-то происходят истории, что там, может, не для камеры, не знаю, снимает котов или кому-то помогает, и мне, конечно, хотелось думать, что это какая-то обыденная история, и там хотели забрать телефон или вещи, но, к сожалению, не похоже на это, потому что, когда люди ничего не говорят и ничего не забирают, ну, наверное, они хотели добиться какой-то другой цепи. Пока я даже не знаю еще точного диагноза, мы ждем окончательных исследований, и врачи пока точно сказали, что сломанное, больше пока неизвестно. Ну, сказали, что, наверное, точно с отрасения и точно с челюстью, но что именно, не могу пока сказать, ждем. Приходил следователь, мы общались, но его, по-моему, еще не допрашивали, потому что все время делали анализы. Когда это все случилось, шел неподалеку сосед наш, где мы живем, он это видел, он общался с полицией, сказал, что только что я ему звонила, сказал, что происходили какие-то действия, были на месте сотрудники полиции, пытались найти кровь, допрашивали людей, но сказал, что при нем все проходящие люди сказали, что никто ничего не видел. Сосед появился уже, когда это произошло, и он, собственно, на вызов полицию и складывался. В настоящее время мы его состояние оцениваем как средней тяжести, у него есть черепно-мозговая травма и травма органов грудной клетки. Ему произведены необходимые диагностические обследования, произведена первичная хирургическая обработка ран головы. В настоящее время его наблюдают врачи, проводится консервативная терапия. Вопрос об оперативном лечении сейчас нами рассматривается, экстренная операция ему сейчас не показана. В зависимости от того, что мы будем видеть, мы будем решать вопрос о том, что есть необходимость его оперировать или удастся его вылечить консервативно. Это произошло около 12 часов дня в районе станции метрового тракторный завод. Нападавших я, честно, не рассмотрел. Я видел, что их было двое. Они напали на меня сзади, оглушили каким-то предметом, судя по всему, либо кастетом. И потом я там. Еще раз ударили, я упал и били ногами и руками лежачего. Стоит отметить, что меня ничего не взяли, ничего не сказали. То есть это все было без каких-то причин, по сути. Я связываю это непосредственно своей политической, общественной деятельностью и со своей позицией по ряду вопросов по разным темам. У меня в голове, честно скажу вам, до пяти причин, до пяти историй, которые могут быть причиной этого. Ну, или одна, или в совокупности этих этого избежья. Ну, это безусловная история с газом, которую вы упомянули. Это история с балаклейской, с восстановлением в Балаклее, это кооперативная схема Дубкина-Кернеса. Это событие на водоканале с повышением, ну и вообще все это, как бы, наше расследование. Ну и, возможно, декларации чиновников, которые, ну, по многим, которым открыто там производство и проверки. Я не видел, потому что я только успел рассмотреть лежа уже, что их было двое, увидел, в чем они были одеты, но лица я не увидел.